Сегодняшняя тема. Консультант. Более десяти лет она убеждает женщин и мужчин, что быть в одиночестве ни капли не стыдно. В прошлом году слово «синглизм» официально вошло в Камбридж English Dictionary, один из основных словарей англоязычного мира. Доктор Ди Паула называет этот факт самой важной победой в непростом 2020 году. Этот термин означает дискриминацию людей без пары, осуждение за их одиночество и навешивание ярлыка «ты неполноценная», «ы». Как «лукизм» – оценка по внешности. Как «фэтшейминг» – осуждение за лишний вес. Да, «синглизм» по степени накала общественных страстей далек от расизма, сексизма и других измов. Но тем он и страшнее. Человек, одиночка по выбору или обстоятельствам, каждый день подвергается неявному порицанию и дискриминации. Тебе может быть это знакомо. Бездетная подруга идет в отпуск осенью или зимой, потому что лето заняли, детные, и семейные коллеги. Другую знакомую или даже тебя саму уговаривают выйти на дежурство в выходные и праздники, и снова из-за отсутствия семьи. Одиночек никто не сталкивается с колы, но даже микроагрессия может иметь негативное воздействие на психику и здоровье. Именно синглизм должен помочь обществу избавиться от десяти главных мифов об одиноких людях. Если ты не в отношениях, миллион раз слышала нечто вроде «эти стереотипы настолько глубоко въялись в сознание людей, что многие просто не представляют иных мыслей и иного взгляда на вещи». Между тем, более 40% взрослых в современном мире находятся в разводе, потеряли супругов или просто не хотят вступать в отношения. И эта цифра растет с каждым годом. Кого поддерживает государство в трудные минуты? Тех, у кого есть семья и дети. Это разумно и крайне важным, но проблемы с оплатой счетов могут возникать и у одиноких людей. Женатым чаще дают премии, потому что им нужно содержать семьи и детей. Издание Daily Mail опубликовало исследование, в ходе которого выяснилось, что одиночки в Великобритании тратят почти на 3000 долларов в год больше, чем женатые. Сюда входят коммунальные платежи, покупка продуктов, страховка и медицинские полисы и расходы на путешествия. Почему так происходит? Члены семьи, взрослые, делят расходы пополам, а одиночки обеспечивают себя самостоятельно. Признайтесь, так и подумали. Тогда предлагаем небольшой эксперимент. Представим синглизм наоборот, внезапно в обществе стали порицаться семейные пары и люди с детьми. Как это будет выглядеть? В книжных появится отдельная полка с советами для тех, кого угораздило найти пару и завязать со счастливой одинокой жизнью. Окружающие примутся сочувствовать, дорогая, сожалею, ты вышла замуж и ждешь ребенка. Ну ничего, надейся на лучшее, и развод не заставит себя ждать. Вряд ли в ответ на такое женатые и семейные просто пожмут плечами и пройдут мимо. Звучит нелепо, но точно так же нелепо и обидно выглядит синглизм для тех, кто не может или не хочет вступать в отношения. Что делать? Перестать навешивать ярлыки, и на женатых, и на одиноких людей. Личная жизнь вообще не должна никого трогать. Главное, какие качества проявляет человек в общении и работе, а не то, кто и в каком количестве ждет его дома. Читай также, а еще смотри выпуск передачи Татьяны Лазаревой о праве каждого человека жить без детей. Ставь лайк.